всем привет всех вид на канале начала хочу передать привет пользователю с ником иван аквамен привет иван спасибо что смотришь мои видео спасибо что комментируешь практически все видеоролики спасибо что подписан на мой канал спасибо вообще всем подписчикам кто подписан на мой канал мы идем 10 тысяч подписчикам надеюсь через год такое число уже будет на моем канале спасибо всем кто подписан спасибо всем кто смотрит это меня очень хорошо мотивирует Снимать новые видеоролики Ну а теперь переходим к теме ролика В этом видеоролике мы узнаем от нереста Если наша Даня в нерест свечках или нет Как вы знаете в прошлом видеоролике Либо в позапрошлом видеоролике Мы отсаживали Даню на нерест Я использовал новую методику нереста Даню И получается в каждый контейнер Отсаживал определенный цвет Даню Например к желтой самочке Подсаживал желтого самца К розовой самочке Подсаживал розового самца Сегодня получилось 4 цвета Даню И 4 контейнера В первом контейнере у меня находятся Такие оранжево-розовые Даню Их здесь около 7 штучек, как видите, они все активные Собственно, для нереста, конечно, всплыл Но вот видно самих рыбок В следующем листечке у нас находится синий, Даню Их здесь около 6 Но, как видите, они такие уже менее активные До нереста они были более активные В третьем листечке у нас желтый, Даню Их тут 5 штучек, 3 самца и 2 самочки Ну а в четвертом листечке у нас микс из Даню Хотел отнерестить отдельно зеленых, но у меня чисто зеленых не было Такого именно определенного окраса Поэтому я взял вот самца зеленого, самочку зеленую И посадил к ним еще 2 самца Один такой синевато-зеленый И другой просто обычный Даню Рерию И сейчас посмотрим, какие рыбки отнерестились, а какие нет Я вот уже снял крышки с моих контейнеров Убрал также аэраду, чтобы она не мешала И подсветил также сбоку каждого контейнера с фитильником ярким И увидел на дне довольно большое количество икры И все вот эти вот 4, получается, стайки Даню отнерестились Ну а теперь, чтобы уже нормально рассмотреть икру Я буду убирать Даню, убирать субстрат, для нереста убирать сетку Сейчас начну с субстрата Я вот такой буду его промывать Чтобы вся икра вышла и упала под сетку И также заполнительно буду этот субстрат Просто класть в такой специальный контейнер Чтобы в будущем посмотреть, там есть икра в субстрате или нет Если она опадет субстратом на дно контейнера То я просто перелью эту икру обратно в контейнер Ну вот видно, частички икринок такие Есть беленькие, а есть такие более-менее прозрачные То есть какая-то часть икры побелела И сейчас вот так вот буду потихоньку Убирать весь субстрат в 3-х литровый контейнер А потом посмотрю, есть ли там икра Если нет, то просто верну субстрат для нереста обратно в аквариумы Ну а теперь я приступаю к вылову Даню Буду убирать сетку и буду убирать камни Когда я все это сделаю, тогда я вам покажу икру в контейнерах И вот я уже убрал из всех контейнеров производителей Я их оставил в тот аквариум, где они и жили до нереста Убрал также камни и убрал сетку И давайте теперь посмотрим, в каком контейнере икры больше В каком меньше Либо в каком-то вообще нету Начнем с первого контейнера Здесь у нас нерестились розовато-оранжеватые Даню И здесь икры не очень много Хотя здесь было самое большое количество рыбок Здесь было 7 Даню, вроде бы 3 самочки и 4 самца Как видите, икры здесь немного И побелевшие также не очень много Икры, наверное, 30 всего лишь здесь И 5 из них побелело Во втором контейнере у нас нерестились синий Даню И здесь было 6 4 самца и 2 самки И 2 самки благополучно отнерестились Как видите, большое количество икры Но также около, наверное, 40% икры побелело Не знаю, с чем это связано А жмонная самка переходила И она просто из себя выдала икру уже плохую Но надеюсь, в будущем она будет давать Уже нам хорошую икринку Из которой получится малечек В третьем контейнере, где у нас нерестились желтые Даню Также много икры Также около 40% икры побелело Здесь было всего лишь, получается, тоже 2 самки Но уже не 4 самца, а 3 Всего 5 рыбок Икры приблизительно такое же количество Даже, по-моему, чуть больше Также икра побелела Надеюсь, в будущем икра будет уже хорошая А не такая плохая, которая получилась в этот раз И в последнем контейнере у нас икры Очень-очень мало Здесь было всего 4 рыбки И одна самочка на 3 самца Но почему-то вот икры очень-очень мало Как будто самочка начала нереститься И решила дальше не продолжать это делать Очень-очень мало икры Наверное, около 20 или 25 Вот такой вот результат Но в целом, если посчитать Нерестилось, наверное, около 20 рыбок Или 20 рыбок Довольно неплохое количество икры Обычно, когда я сажаю массовое нерестное, создаю То есть сразу 20 рыбок сажаю 10 литров в аквариум Икры приблизительно такое же количество Ну а здесь раздельно Плюс еще не все самки до конца выметались Так что, думаю, можно было получить икры Икры и в 2-3 раза побольше Ну а теперь вы подготавливаете икры икры Даню к инкубированию Ну а теперь вы подготавливаете икру Даню к инкубированию Чтобы эти икры, которые еще не побелели В будущем не побелели Из них получилась личинка и малечек Я сюда буду ставить аэрацию В каждый из контейнеров В 3-й, во 2-й и в 1-й, где у нас нерестились Розовато-оранжеватые Даню В 4-й контейнер я пока не буду ставить Попозже поставлю, после видео Немножечко там будет поработать Над тройниками, над четверниками И теперь добавляю метиленовый синий По 3 или 4 капельки В каждый контейнер Вот 3, можно четвертую капнуть И наверное по 4 капельки Ну и вот так вот я добавил метиленовый синий Можно здесь вот так вот немного размешать Рукой Чтобы растворился Этот метиленовый синий по аквариуму Здесь также можно ему немного помочь Здесь принципы аэрации есть Он сам там распределится по Этому контейнеру Ну а теперь я буду закрывать все эти контейнеры уже газетами Крышки буду закрывать Ну а теперь чтобы видео не получилось таким коротким Всего лишь на 5 минут длиться Я вам покажу как выглядят сейчас сомики И как выглядит тот уводок данью Который вот в том десектором аквариуме сейчас находится Вот эти два нерестка объема 10 литров С мальками сомиков, кердросов, штерба и данью Малькам данью здесь около 3 недель Так как производители данью сразу отнерестились буквально На следующее утро после посадки их на нерест Но с сомиком кердросовым штерба в этом нерестачке Всего лишь около 2 недель Потому что производители сидели очень долго в нерестачке Наверное около недели И только через неделю после посадки их на нерестачок Отнерестились Начнем с данью Данью здесь немного поубавилось Было их здесь около 300 Остало около 200 Может быть чуть-чуть побольше Их поубавилось потому что они начали гибнуть массово Из-за плохого качества воды Также из-за того что много мусора на дне образовывалось Даже за сутки Я каждый день в этом нерестачке произвожу уборку Чищу дно Но методом просто щеткой собираю мусор со дна И потом выношу уже слангом в канализацию Как видите здесь около 200 дани Они уже перешли все полностью на живых рачков арты Они уже здесь довольно крупные И думаю в эти выходные мы их наверняка будем пересаживать уже в окорном побольше Объемом 35 литров Вот можете видеть их сверху Довольно большое количество данью В соседней листочке у нас 3 сомика крыльдроса штерба И за это время никто из сомиков не погиб Все они 3 на месте Единственное что они начали отличаться по размеру Двое сомиков большие А один маленький Не знаю почему он затянулся И не очень хорошо ест Вот можете видеть их сверху Они активные Плавают вдоль стенки иногда так же плавают Когда я их кормлю живыми рачками артемии Довольно красивые сомики Уже видно окрас Видно как плавнички окрашиваются Видно их усики Грудные плавники видно Довольно красивые сомики Они мне нравятся И вот эти 3 сомика пойдут на производ То есть я их не буду продавать Как это было с первыми двумя выводками Которые у меня появились наверное год назад Я их как только подрастил До 4-месячного возраста Сразу я их продал А вот эти 3 сомика у меня пойдут на производ Надеюсь здесь будет хотя бы один сомец Либо одна сомка И они у меня пойдут на производ Потом в будущем Их мы будем нерестить Ну а пока вот такие вот нерестовички В будущем буду нерестить другую рыбку Попытаюсь тернец Снова коридоросфештер Посажу нерестовички Когда освобожу вот этот вот нерестовичок С Даню Но потом когда-нибудь Нерещу золотистых сомиков И вот такое очень интересное видео У нас сегодня получилось Мы выбирали Даню из этого аквариума В прошлом видеоролике Но в этом видеоролике мы посмотрели Что же случилось с Даню Отнерестились они или нет Они все-таки все отнерестились Но правда кое-где было мало икры Но мы все-таки ее пронинфицировали Мы все-таки обработали икру Надеюсь она теперь не будет продолжать белеть И из нее получится Хотя бы около сотни личиночек И около сотни малючков Даже если получится менее 100 малючков Все равно их буду подращивать И пересажу попозже В аквариум объем 10 литров Когда я его освобожу Всем спасибо за просмотр Ставьте лайки И подписывайтесь на канал На моем канале есть видео Не только о аквариумных рыбках Но еще и о речных О окунях О ротане О шипохах Также есть у щуки О карпе Так что подписывайтесь на канал Кто не подписан Дальше вас ждет Очень много интересных видеороликов Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok